Все еще сталкиваемся с проблемой ранних браков по сговору, по решению родителей. Диана Макамбаева, Кыргызстан, расскажет нам о навязанных тоже сексуальных отношениях, похищениях и ранних браках. Несмотря на то, что Кыргызстан ратифицировал все международные конвенции, принял ряд законов, обеспечивающие равные права и возможности для мужчин и женщин, на практике до сих пор существуют и работают эти ранние браки и принудительные браки. Я хотела бы остановиться на примере в том, почему это происходит и как мы можем эти вопросы решить. Потому что до недавнего времени над этой проблемой государственного уровня не решалось, так как не проводились достаточного уровня исследований. И последнее исследование общественных организаций показало, что ранние принудительные браки существуют в ряде регионов Кыргызстана. Почему они происходят? Мы выявили следующие причины. Это первая — миграция в Кыргызстане. Как вы уже знаете, у нас этой проблемой очень сложно. В регионах детей оставляют на попечение бабушек, дедушек, соседей, родственников. И вот дети, оставляясь сами по себе, тоже принимают решение рано жениться. Второе — это у нас бедность. То есть бедность тоже является одним из факторов ранних браков, потому что снижение материального уровня семей. они не имеют возможности обучить своих дочек или дать им соответствующее образование. Они хотят от них избавиться, как от лишнего рта. То есть тем самым побуждают вот эти ранние браки. И третье — мы выявили эту причину. Это неинформированность родителей. То есть о том, что вот эти ранние браки могут привести к таким негативным правовых и репродуктивных последствиях. Почему мы это говорим? Потому что именно ранний брак, вы знаете, что у нас в Кыргызстане брак считается с 18 лет. А ранние браки — это с 15-16 лет у нас были случаи. Они не могут быть государственно порядка регистрированы. И таким случаем эти девушки, которые выходят рано замуж, они не имеют защиты от государства, потому что у них не регистрированы браки. И во-вторых, те дети, которые родились в раннем браке, они не могут получить регистрацию рождения. То есть тем самым они могут не получить доступ к образованию. То есть вот эти проблемы мы выявили. Например, могу рассказать кейс на юге. Был такой случай, что родители заставили свою дочку выйти замуж. И уже 15 лет, она 9 класс заканчивала. Но протез этого, она убежала из дома. И когда сотрудники нашли ее и спросили, почему она убежала из дома, она сказала, что меня хотят заставить замуж выйти, но я не хочу, но у нас нет механизма в этом сфере, как защитить права вот этой несовершеннолетней девочки, ее обратно привели к домой родителям. Она в знак протеста выпила уксус, поступила в больницу. Таким образом, мы хотели бы обратить внимание, что ранние браки и принудительные браки имеют место в Кыргызстане, поэтому нужно это уже на государственном уровне эти вопросы решать. Мы уже начали предлагать закон, чтобы уголовная была ответственность для лиц, которые участвуют в ранних браках и принудительных браках. Спасибо.